Здравствуйте! Открытие фото-выставки. Герои, какими их не видел никто. Данный проект позволяет жителям города Десногорска узнать о настоящих современных героях, которые, несмотря на свои жизненные трудности, продолжают добиваться своей цели. Вечер памяти Леонида Гайдая. Ради этой встречи с тобой, умерся где-то, где-то моря. Я знаю, это приватить я. Вывы по пенсии, вопрос финансирования бизнеса и не только. Член Совета Федерации, депутат от партии ЛДПР Сергей Леонов 24 октября провел в Десногорске прием граждан. Встреча прошла в местном отделении ЛДПР, в 6-м доме 4-го микрорайона. Мне неоднократно говорили, когда будет прием граждан в Десногорске. Ваши жители же обращались, писали мне в социальные сети. Сегодня мы решили прием граждан провести в общественные приемные ЛДПР. Пришли люди, несколько человек со своими жалобами, обращениями. Все обращения сегодня приняты, в работу, будем помогать. Традиционно популярны вопросы комфортной городской среды. Граждан интересуют обустройство придомовых территорий, автомобильных стоянок и в целом развитие городской территории. Сергей Леонов отметил, что при должном взаимодействии с местной администрацией все вопросы могут быть решены. 18 октября в Центре культуры и молодежной политики Десногорска прошел семинар о профилактике суицидального поведения. На мероприятии присутствовали преподаватели, работники культуры и представители правоохранительных органов. Подробности далее. При поддержке городской администрации спикером был приглашен Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, эксперт благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Он является автором ряда книг по кризисной психологии, имеет большой опыт в тяжелых кризисных ситуациях. Долгое время работал психологом в хосписе для детей с онкологическими заболеваниями. Участники семинара узнали факторы риска, цели суицидального поведения, познакомились со статистикой социологических исследований. Михаил Хасминский ответил на вопросы о том, как контролировать поведение детей в интернете, как влияет современная массовая культура на группу риска по суицидальному поведению. Если вы правильно проведете, что вы не стукачи дети, чтобы помочь Васе, который там упал, это не стукач на него, а ему помощь реальная, чтобы жизнь ему сохранить возможность. Поэтому вы ко мне, учительнице, подходите, рассказывайте, если что, я вас не сдам, ничего. То есть наоборот, мы сделаем как-то так, чтобы все было хорошо. Умение пользоваться информацией, вы считаете это агентурной работой. Педагоги, психологи образовательных учреждений, священники, специалисты служб опеки, родители обсудили важные практические вопросы помощи суицидентам. Одной из составляющих негативного влияния на подростков называлось информационное загрязнение. К сожалению, в пространстве социальном бардака настолько много, то есть настолько вообще, в принципе, загрязнено, когда никто не понимает, ну, то есть нет четких понятий добра, зла, приемлемого, неприемлемого, как надо себя вести, как не надо себя вести и так далее. Что это, конечно, вызывает грязь, в том числе и в эфире, и в информационном пространстве, что проще дать всякую дрянь, на нее больше клюют, соответственно, это лучше монетизируется. Это идет во вред душам, но зато это идет на пользу карману. Главным посылом своего выступления Михаил Хасминский назвал помощь в первую очередь родителям в определении суицидального настроя у ребенка. Только своевременное выявление кризисных ситуаций поможет предотвратить возможную трагедию. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ ЮНЕСКО учредила международную премию Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Такое решение было принято в Париже на 207-й сессии исполнительного совета. Присуждать награду будут ежегодно за самые громкие и прорывные открытия ученых, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук. Первое вручение премии состоится уже в 2020 году. Ее размер составит 500 тысяч долларов. Эту сумму разделят между двумя лауреатами. 24 октября в Десногорском историко-краинедческом музее открылась автовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект уже третий год организует благотворительный фонд «Память поколений». Истории людей, которые, несмотря на полученные травмы, продолжают жить полной жизнью, узнал Виталий Волков. В основе экспозиции – портреты героев России и Советского Союза, ветеранов боевых действий из разных регионов страны. У каждого из этих людей своя личная, во многом уникальная история, но объединяет их одно – желание жить, несмотря на ранение и потерю конечностей. Представленные герои обладают несгибаемой силой духа и подают пример целеустремленности. Кто-то из них занимается спортом или активной социальной деятельностью, а кто-то помогает восстановиться другим людям. Выставка «Герои России, какими их не видел никто», оказалась в Десногорске благодаря поддержке сенатора Смоленской области Сергея Леонова. Обращаясь к гостям, он отметил важность экспозиции, открывшейся в преддверии Дня Победы для всех жителей нашего города. Я считаю, что очень важно, чтобы молодежь, да и все мы с вами были знакомы с этой выставкой, познакомились с этими людьми и гордились, что у нас такое замечательное Отечество, которое рождает героев. Героическую фотовыставку посетило много почетных гостей. От имени главы города Андрея Шубина его заместитель Юлия Галикова выразила благодарность организаторам за неравнодушное отношение к соотечественникам, проявившим героизм. Данный проект позволяет жителям города Десногорска узнать о настоящих современных героях, которые, несмотря на свои жизненные трудности, продолжают добиваться своей цели, тем самым вселяя уверенность в свои способности. Создателем проекта является благотворительный фонд «Память поколений», который оказывает помощь тысячам ветеранам боевых действий. Неравнодушные люди оплачивают бывшим военным операции, закупают лекарства и необходимые вещи. А через свои фотоработы они стремятся показать, что реальные герои современности – это непривычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас. Они герои и на войне были, и сейчас они герои в жизни, вот этот героизм, они на всем протяжении своей жизни постоянно и применяют, и говорят об этом героизме, но не словами, а своими действиями. Узнать о современных героях можно до 1 ноября. После работы отправятся в другие районы Смоленщины. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Есна-ТВ. 27 октября заканчивается переходный период для регистрации беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что такой закон вступил в силу 27 сентября текущего года. На данный момент сотрудники Росавиации России поставили на учет более полутора тысяч дронов, что предположительно составляет всего 5% от общего числа беспилотников. Дрон, вес которого достигает от 250 грамм до 30 килограмм, подлежит обязательному учету в Росавиации. С заявлением владельцу нужно подать 10-дневный срок после покупки. Согласно действующему законодательству, за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. 24 октября в Центральной библиотеке Десногорска прошел вечер памяти известного советского режиссера Леонида Гайдая. Подробности в сюжете. Вряд ли найдется в нашей стране человек, который не видел ни одного фильма этого режиссера. Признанный гений создал огромное количество фильмов, продлевая любовь к советской комедии на долгие годы. Мероприятие, приуроченное к году театра в России, было посвящено жизни и творчеству всемирно известного режиссера. Используя красочные слайды, ведущие рассказали гостям о биографии Леонида Гайдая, а также вспомнили его лучшие киноработы. Карьер песчаный, два человека. Песчаный карьер, два человека. Угод по улиц, три человека. Мясо-комбинат. Сегодня нарядом не прислал. Украсили вечер великолепные выступления творческих коллективов. Они вместе со зрителями исполнили давно знакомые песни из любимых кинолент. Звенит январьская блюда, а ливни хрещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга. Участники программы получили заряд позитива и хорошего настроения. Никто не остался равнодушным. Выступления очень хорошие, артисты очень хорошие. Короче, все очень понравилось. С 56-го года, как мы начали смотреть эти фильмы, они и сегодня нас радуют, и мы с удовольствием их смотрим. Каждый оставил в своей памяти уникальность таланта Леонида Гайдая. Этот гениальный режиссер умел видеть юмор, смехотворность, а иногда и абсурдность в самых стандартных житейских ситуациях. В завершении мероприятия директор библиотеки Любовь Милосердного вручила благодарственные письма творческим коллективам города, оказавшим большую помощь в организации и проведении вечера памяти. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Есна-ТВ. Самая бесполезная покупка из бытовой техники – мультиварка. Такое мнение высказали 18% из более 5000 опрошенных российских пользователей. Следующими в списке бессмысленные и редко используемые техники разместились робот-пылесос, хлебопечка, парогенераторы и отпариватели. Но при этом тот же робот-пылесос и самый желанный из бытовых гаджетов. Такое устройство хотели бы видеть у себя дома 34% респондентов. Немного уступают посудомоечные машины и кофеварки. Ну а самой часто используемой бытовой техникой россияне считают микролавновую печь, блендер и посудомоечную машину. Большинство опрошенных отметили, что перед покупкой внимательно изучают отзывы в интернете, а также обращают внимание на функциональность прибора. На этом выпуск «Главершон». Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова